ребятушки ребятушки так получается что начался процесс сборки двигателя до вал это у нас центральный вал двигатель который раздает на карден и на передний на задний сходил пацана своей своим гайковертом нифига не мог открутить гайки сходил по ценам открутили мне пневмой у их помощней вот эта задача на вот покупать новую пневму потому что мой пистолет нифига не колотит маленькую резьбу еще срывает а тут гайки на 24 получается резьба на 14 или 16 фига не могу сбить так сейчас сниму сниму сальник покажу по сальникам по новым то есть купил два сальничка но сами купил другие смотрите так это получается у нас хвостовик задний и на хвостовике ну вот видно да нету где краски то есть нету краски здесь работал работала получается кромка сальника и здесь у нас канавка то есть вот ногтем она цепляется ногтем цепляться сам сальник сальник задний подтекал и передний потекал почему подтекали потому что здесь у нас пыльника нету и сальник соответственно работают постоянно с песком и совсем ну совсем на свете в говном какого туда попадает соответственно пока новый был он работал а пока он потом подостерся он уже работать перестал на именно на этом месте а это у нас получаться хвостовик переднего кардана здесь выработка еще больше то есть еще больше выработка тут много еще больше цепляться получается сальники у нас идут чистил сейчас я вам скажу сальник у нас идет 35 55 на 11 35 55 на 11 а я взял сальники 35 55 7 были 9 но взял 77 будет лучше для чего это нужно то есть сальник был соответственно 11 до сейчас будет 7 это получается на 4 миллиметра сальник у нас сдвинется и получится вот такая картина то есть кромка вот сальник будет примерно блин как сальник будет стоять примерно так рабочая кромка старая осталась видите не затронута то есть сальник у нас посадится глубже держать он будет что 7 что 11 без разницы сальники все держат одинаково только что мы перейдем на новую рабочую кромку и это будет гораздо лучше все быстренько собираю здесь еще стоят если кто-то будет делать здесь еще стоят уплотнительные колечки две штучки с этой с этой стороны кольца но вроде бы нормально но перестрахуюсь и бахну туда герметиком еще чтобы быть уверенным что точно эти хвостовики не потекут и соответственно закрутить на все будет тут резьба хоть и левая или правая ну короче обратно другая резьба не как обычно и перестрахуюсь сделаю на красный не разъемный фиксатор резьбы ведь бы на все сделать быстренько потому что пацаны гараже ждут меня с ковертом короче парни сел попить кофе сижу и думаю практически все собрал кроме вряд кроме вариатора до запчасти лишних не осталось думаю как-то странный попил кофе встал ходил ходил обратил внимание на верстак вот в этом на верстак обратил внимание и стоят у нас в гордом одиночестве пружинки пружинки это с карданов то есть в карданах они вот в этом месте стоят и короче все собраны и наши разбирательные вот она так и бывает только подумал реально не только подумал что лишних запчастей не осталось странно ну ладно тут работы по переднему передние редукторы я уже открутил обратно у нас получаться редуктор держится на 3 полтиках на одном болту не на 3 бог к правильно один сквозной и два маленькие с двух сторон ну и все сейчас редуктор пихну вперед выйдем кардан выйдет и соберу обратно жопой даже жопой посложнее потому что потому что больше разбирать на снимать она дали не знаю я снимала мортики можно думаю что не снимать потому что там болты длинная и не вытащить то есть на получаться левую сторону вездехода полностью снять всю подвеску все рычаги но открутить их они убираются в сторону и болты вытаскивается так не вытащить вот все жидкости залил все подготовил сейчас думал варик закину на место закину на место варик и можно попробовать передачи включается но так и включаются все выключаться но попробовать на ходу вылетает пониженная повышенного ну что парни следующий день передок я вычиню а сейчас пришел и вчера уже поехала домой надоело все не охота ничего было делать надо было еще жопу переделать на жопу переделать в принципе тоже недолго передок я вообще быстро сделал там минут десять перекрутил этот редуктор так еще было получаться резинки стабилизатора они не очень такие в хорошем состоянии позвонил хозяину поговорили решили поменять и за сейчас уже резинки стал снимать заметил то есть стойка стабилизатора она хорошая рабочая но она не закручена а не закручена нас потому что не знаю видно вам не видно будет там внутри получается на накручена гайка на 17 на 17 гаечка должна быть ну устал садут все везде 14 ну под 14 ключ крепеж то есть резьба м10 шаг 125 но под 14 ключ и там должна быть по 14 ключ и стойки стабилизатора уже кто-то менял так с той стороны я снял с той стороны тоже не снял с этой стороны тоже стойка стабилизатора все в хорошем состоянии видите она то есть у ее чтобы ее поддержать у ее внутренние шестиграни они под ключ из-за этого скорее всего старый хозяин кто это все делал он просто не смог эту гайку закрутить и оставил так как есть есть стойка есть только все так какой выход из этой ситуации придется испортить стойку стабилизатора стойку стабилизатора но у меня там был уж некие есть я сейчас из двух одну сварю то есть что я сделаю ща болгарный болгарка вот так пропилю здесь распилю и полуавтоматом заварю то есть приварю палец к самой стойке стабилизатора чтобы просто-напросто туда вставить ключ и раскрутить это все дело другого выхода не вижу да она испортить но лучше испортить но починить чем потом страдать страдать и ремонтировать как ты так даже переодеваться не буду сейчас все так сделаю поеду потому что надо не охота переодеваться потому что надо будет выходить в магазин распилил заварил дыму полный гараж от этого от тут я не знаю к прогон на наставлен а вторая сторона думал вторая сторона хорошая потом только увидел что на второй стороне у нас порван пыльничек и туда заглянул и там уже все ржало из-за этого на и туда плотно такая что потому что там ржавчина ну и пока варил соответственно грелась это сейчас я уже в воде остудил эту эту половинку шарнира под запустила поэтому поеду магаз я думаю что недорогие эти такие с косточки рублей 500 на нас не буду от квадрика брать от квадрика они стоят сто процентов там под 1000 рублей нафиг они нужны возьму от машины возьму от машины от любой динамарки сейчас подберем по длине даже немножко если длиннее будет фиксим если вообще длинные будут которые такие сантиметров по 15 просто разрежу и сварю как не на главное чтобы было чтобы держать под ключ и чтобы в комплекте были гаечки под ключ на 14 как-то так а и сайлентблоки и сайлентблоки накопить без иночки сами и так ребят поездка в магазин увенчалась успехом получается стойки стабилизатора у нас подходят от mazda от mazda вот такой каталожный номер и стойка стабилизатора копия по длине копия и по развороту то есть 180 градусов развернуты самое главное под ключ чтобы подержаться можно было снаружи и гайка идет 14 как нам и надо идеально так стойки стабилизатора есть по резинкам стабилизатора стабилизатор сам на 21 миллиметр на 21 миллиметров резинок ну нету она не могла ну девочка искала не могла найти все иномарки где перебрала ничего нету нашла единственный приблизительно похожий то есть по наружу он идеально точно такой же как и настался единственная внутренняя стабилизатора устался 21 тут 22 но эта фигня резина обожмется ничего страшного в этом нет то есть все подойдет и только что он не разрезан но разрезать его подчикаю канцелярский ножок все ставим на место ставим на место чтобы было все идеальненько и будем ставим на место переодеваемся самое главное и будем снимать задний редуктор редуктор и вставлять заебучую пружину вот этот квадрик собран все передачи чикаются нормально и пониженная повышенная есть пониженный передач ничего не вылетает повышенная морду немножко приподнял морду тоже лучше орбайт ангера отдаем готовченко и будем заниматься бурановскими моторами который 11 у нас вот здесь сам же николаю и другой вот здесь семену это в якутск ну и соответственно барпиху на забиле на барпиху попозже маленько попозже и снова вернулся опять этот буран никак его не могут забрать ладно пусть еще постоит сказали на следующей неделе заберут на этом парни все катайтесь не ломайтесь подписывайтесь на канал смотрите видео оценивайте все парни всем удачи всем пока